Всем привет! С вами снова Смирнова Анна, офтальмолог, и сегодня я хотела продолжить разговор про торч-инфекции. Хотела сегодня поговорить про вторую самую распространенную инфекцию, с которой чаще всего встречаются люди. Это не герпес, это подсемейство герпесов, это цитомигаловирус. Цитомигаловирус инфекция довольно древняя, очень старая. Самое интересное, что биологи, которые изучают эту инфекцию, выяснили, что она существовала еще до существования млекопитающих на нашей планете. То есть, в принципе, этот вирус живет дольше, чем мы с вами, намного дольше, чем мы с вами как вид. И, естественно, приспосабливается к абсолютно разным условиям. Особенность цитомигаловирусной инфекции в том, что эта инфекция тихая. Это такой вирус, который старается максимально расселиться по популяции и вызывать минимальные изменения. То есть, его задача просто максимально много копироваться, не затрагивая при этом своего носителя и не убивая его. То есть, это такой вот наш компаньон, можно сказать, который идет с нами по жизни. Однако, он относится к особо опасным инфекциям и торч-инфекциям, которые обязательно нужно исследовать при планировании беременности в частности. И очень важным является осмотр у людей с иммунодефицитом различного генеза, врожденным ли, приобретенным ли. И это является, скажем так, манифестной инфекцией при СПИДе. То есть, если у человека со СПИДом появилась ЦМВ-инфекция в каком-либо месте, а у нее могут быть абсолютно разные проявления, то это говорит нам о том, что с иммунитетом все очень-очень плохо. Поскольку цитомигаловирус, как и любые другие вирусы семейства Герпеса, они стараются себя не проявлять. То есть, он у вас существует. Вы, скорее всего, можете быть его носителем, но если не будете сдавать специальный анализ, вы об этом никогда не узнаете. А почему это очень важно? Дело в том, что, как и любые вирусные инфекции, он вызывает различные поражения. У людей с иммунодефицитом он может вызывать пневмонии, энцефалиты, ретиниты. И, в частности, мы сталкиваемся чаще всего, как офтальмологи, именно с цитомигаловирусными ретинитами. Выглядит это, как правило, как такие мелкие, иногда крупные, разного вида формы очаги белого цвета, которые похожи на снег или на вату, с мелкими кровоизлияниями вокруг. И это довольно характерное для них расположение по ходу сосудов. То есть, они редко бывают изолированы где-то, вот как таксоплазмозный очаг в центре, например, он характерный для него. ЦМВ может располагаться где угодно. Он может быть в центральной зоне, он может быть на периферии, он может быть большой очаг с множественными микрозволениями, он может быть выглядеть, как мелкие такие белые очишки, в перемешку белые с коричневым, скажем так. И это раньше называлось картина соли с перцем. Она характерна для разных вариантов воспаления глазного дна, в частности, сетчатки. Но при ЦМВ она довольно типично выглядит, если мы видим острый процесс. Почему это важно? Дело в том, что ЦМВ-инфекция в глазу вызывает ретинонекроз. То есть, вот эти участки, где поселился цитомигаловирус, они атрофируются, там потом не будет зрения. И хорошо, если это маленькие очаги на периферии, которые глаз, в общем-то, не замечает и особо они жить не мешают. Проблемы начинаются, когда эти очаги становятся сливными, а вот с МВ-инфекцией при иммунодефиците есть такая проблема, что она растет, растет и растет. То есть, пока мы не начинаем что-то делать, колоть противовирусные препараты, как-то пытаться спасти человека, колоть противовирусные препараты непосредственно в глаз даже, потому что иногда они просто не доходят по системному кровотоку в различных случаях. Или, например, мы не можем дать такую дозу пациенту из-за его системных проблем, например, из-за поражения печени, например, может быть такая ситуация. Вот, тогда мы вынуждены применять интервитериальное введение противовирусных препаратов, и это может быть длительное лечение. Естественно, чем раньше происходит диагностика, чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на выздоровление у таких пациентов, и обязательно надо следить за собой. То есть, если вы замечаете, что вы как-то не очень хорошо видите, у вас какие-то плавающие помутнения перед глазом, вы чувствуете, что даже с хорошей максимальной коррекцией все равно не происходит нормального видения, скажем так, вы не видите последнюю строчку, значит, надо обследоваться на предмет, нет каких-то проблем на сетчатке. Особенно, если есть какие-то проблемы с иммунитетом. Но имеется в виду не просто, что вы часто болеете кашлем, насморком, еще чем-то, а прям настоящие проблемы. Особенно это касается ВИЧ-инфицированных пациентов. У них вот это прям обязательное обследование глаз прям должны. Вот. То же самое касается детей с врожденными различными иммунодефицитами, и, что немаловажно, новорожденных детей, потому что у них толком еще нет иммунитета к этой инфекции, и детей в первую очередь надо обследовать очень тщательно. Поэтому я всем рекомендую проходить раз в год осмотр офтальмолога с широким зрачком, смотреть сетчатку, сдавать регулярные анализы и быть здоровыми. В любом случае не следует забывать про принципы гигиены. Ни в коем случае не трогайте грязными руками глаза, обязательно мойте руки и, естественно, обрабатывайте веки, соблюдайте гигиену век. В частности, для гигиены век можно использовать блефоросалфетку или блефорогель очищения. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Будем на связи.